Добрый день! Вы смотрите итоги дня информационного портала улправда.ру. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня выпуски. Проглотили антинакипин, уксусную кислоту и батарейку. Как чувствуют себя дети после несчастных случаев? Восстановление инфраструктуры села Солдатская Ташла, на что потратят 2 миллиона рублей. Парижская епархия открывает новый полигон для страйкбола в Индии. Театральная студия открылась в одном из дворов Севьярского района. В селе Солдатская Ташла отремонтируют дом культуры. Причем будет произведен не просто ремонт, а реконструкция. Так вместо тренажерного зала будет хореографический класс. Подробности у Ренаты Алиуловой. Культурная жизнь в селе Солдатская Ташла заиграет новыми красками. В 2019 году из бюджета Ульяновской области выделено 2 миллиона рублей на ремонт сельского дома культуры. Последний раз красили стены в здании 10 лет назад. Причем ремонт был косметическим. Таким образом в этом году здесь будет на сумму 2 миллиона 738 рублей выполнен ремонт кровли, ремонт фасада, входной группы, отмостки и установка пандуса. В 2020 обновлять начнут внутреннюю часть здания. На первом этаже вместо тренажерного зала, который переедет в новый центр тяжелой атлетики, напротив появится хореографический балетный класс. Под ремонт также попадут диско и концертные залы. А для местного вокального коллектива закупят музыкальное оборудование, цифровой микшерный пульт и активные акустические системы. Очень ждем. Мы ждем, чтобы нам и сделали сцена у нас была хорошая. У нас очень шатающая уже сцена. И зал зрительный, чтобы был хороший. Такое кресло удобное были. И чтобы зашли в фойе, там где-то какие-то даже столы или даже вот можно поиграть молодежи там в эти, в теннис там или что-нибудь. Это для молодежи можно придумать. Сейчас в сельском доме культуры 9 клубов, 7 творческих команд. Из них 4 для детей до 14 лет. После ремонта в СДК свою деятельность начнет еще одно направление – клуб молодой семьи. Ринат Алиулова, Юрий Ломатов, Новость Улправда ТВ из Теренгульского района. В Ульяновской области в 2019 году восстановили уже более полутора тысяч гектаров леса. При этом план даже немного перевыполнен. Проект сохранения лесов, который реализуется в регионе, предусматривает соблюдение баланса между вырубкой и воспроизводством лесов в Ульяновской области, а также улучшение их качества. В целом, через 5 лет это обеспечит соотношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений на 100%. Сейчас же этот показатель составляет около 70%. Необходимо отметить, что в этом году проводились лесовосстановительные работы на территории Радищевского, Ульяновского и Сенгелеевского лесничеств. А в ближайшие месяцы специалисты Центра защиты леса проведут работы по инвентаризации фонда в Меликевском и Новочеремшанском лесничествах. По материалам дистанционного зондирования будут выявлены земли, не занятые лесными насаждениями и требующие проведения соответствующих работ. Напомним, что проект сохранения лесов включен в национальный проект «Экология». В Ульяновской области за последнюю неделю резко возросло количество химических ожогов у детей. Так, в областную детскую клиническую больницу на днях госпитализировали трехлетнего ребенка. Малыш случайно проглотил таблетку антинакипин. Еще ранее на скорой привезли ребенка, который отравился уксусной кислотой. Чем опасен химический ожог и что делать в этих случаях разбирался наш корреспондент. В Ульяновскую детскую областную клиническую больницу за неделю поступило сразу несколько малышей, пострадавших в результате бытового несчастного случая. Проглотил батарейку, выпил марганцовку, отравился уксусной кислотой. Что это? Случайная неосторожность или оплошность родителей? Кого-то из детишек из больницы уже выписали, а кто-то пока остается под наблюдением врачей. Интенсивных и оперативных методов лечения, к счастью, удалось избежать. Обошлись терапией и диетой. У них уже восстанавливается процесс глотания пищи, процесс принятия внутрь воды и так далее. Но тем не менее, их какое-то время потребуется для того, чтобы полностью их довести до конца, сделать контрольное обследование, чтобы убедиться в отсутствии серьезных изменений. По словам специалистов, в случае травматизма, когда дети по неосторожности проглотили предмет или выпили опасные растворы, за последнее время участились. Все это чревато химическими ожогами пищевода и желудка. А в зависимости от степени травма может привести к полному разрушению пищеварительной системы. Увеличивают статистику порой сами родители, оставляя опасные вещества в открытом доступе или переливая их в другие тары без последующей маркировки. Профилактика в данном случае одна. Наше внимание к детям, наше внимание к тем веществам, которые мы храним дома. Если это имеется в виду бытовая химия, она должна находиться где-то на возвышенном положении, там где ребенок не достанет. Она под замком должна быть спрятана, чтобы ребенок сам без присутствия родителей не воспользовался данными препаратами. Если подобная ситуация все же случилась, специалисты настоятельно не рекомендуют заниматься самолечением. Родителям следует срочно вызвать скорую помощь и параллельно промыть большим количеством воды ребенку рот и связистую. Дальше свое дело сделают врачи, доставив пациента в больницу. Рината Леулова, Юрий Конихин, Руслан Баталов, Наталья Чумаченко. Новости Управды ТВ. Стала известна программа празднования Дня воздушного флота. Праздник пройдет 17 августа и основные действия развернутся в Заволжском районе. Площадка традиционных торжеств разместится на проспекте Ульяновском на участке от ДК Руслан до площади 50-летия Победы. Здесь развернутся интерактивные площадки, воздушные путешествия, школьная ярмарка, мастер-классы от учреждений дополнительного образования и библиотек, работа аниматоров и концертная программа. Яркими обещают стать фольклорный фестиваль «Фолк Авиафест», выставка-ярмарка народных мастеров и фестиваль уличных культур «Улл Стрит Фест». Также пройдет карнавал «Небесная феерия» с участием детских садов Заволжского района и флешмоб «На крыльях в будущее». Традиционно перед гостями праздника выступит звезда российской эстрады, а завершится мероприятие праздничным фейерверком. В Засвияжье открылась театральная студия для юных ульяновцев. Этим летом ребята уже приступили к занятиям. Под руководством режиссера они готовят представление к осеннему концерту. Кто решил создать новый храм искусства и как восприняли идею родителей маленьких актеров? Подробности в нашем материале. Твор дома номер 90 на улице Рябикова по вечерам превращается в театральную студию. Под руководством опытного режиссера юные Засвияжцы осваивают речевое мастерство азы актерского искусства и занимаются вокалом. Наша съемочная группа посетила зародившийся храм Мельпомены и пообщалась с одним из артистов. Десятилетний Богдан решил поделиться творческими планами. Лето – это маленькая жизнь. Так называется проект, созданный для отдыха и культурного развития детей. Местный ТОС «Волга» стал театральным первопроходцем благодаря стараниям руководителя самоуправления. Год назад ей удалось выиграть президентский грант на создание студии. Полмиллиона рублей уже используется по назначению. В настоящий момент мы перечислили предоплату по договору и уже закуплены материалы. Сцена уже фактически готова. И сейчас мы согласовываем место ее расположения со всеми службами. Кроме того, у нас будет закуплено музыкальное оборудование. Это и колонки, и микшеры, и микрофоны. Пока что техника хранится дома у Натальи. Сцену привезут по заказу этим же летом. По заверениям руководителя, все будет готово в ближайшие месяцы. Стоит поторопиться, ведь ребята уже разучивают программу осеннего концерта. Премьеру ждут не только дети, но и их родители. Мама Софьи Ирина Панцирева считает, что эти занятия не только увлекательны, но и полезны. Интересно ей стало. Она с людьми больше общаться начала. Полезно то, что мы учим сейчас к школе хорошо, что будет это с учителями разговаривать. Комплексом вот этот вот зажатся пропадает. Дети с пользой проводят время. Родители радуются их успехам. Театральную студию посещает более 20 начинающих артистов. Занятия бесплатные, а прийти позаниматься могут дети из любого района города. Виктория Черкова, Юрий Ломатов, Новости Управды ТВ. Завтра на территории биатлонной базы «Заря» состоится открытый кубок города по гонкам на лыжероллерах. На старт выйдут участники самых разных возрастных групп и уровня. Победитель и призер в личном зачете определят согласно правилам соревнований по лыжным гонкам. Их наградят дипломами и медалями Управления физической культуры и спорта администрации города Ульяновска. Старт гонок в 10 часов утра. Инза – это второй город Барышской епархии, где начали играть в страйкбол. Игру активно развивают в военно-спортивных клубах «Пересвет» при Жадовском монастыре и «Добрыне» Кузнецкой епархии. Накануне в городе прошла первая игра под названием «Дорога героев». Больше 60 участников из 8 населенных пунктов трех регионов по Волжье. Предприниматели и рабочие, студенты и школьники. В игре «Дорога героев» приняли участие даже десантники из 31-й бригады и монахи Жадовского монастыря. Мы очень хотим, отец Тихон, отец Федор, чтобы у вас на Инзинской земле развивалась игра в страйкбол, чтобы молодежь была при деле, занималась, не лазила в опыте, а занималась нормальным мужским делом. Приветственные слова и подробный инструктаж по технике безопасности. Главное пожелание – честная и бескомпромиссная игра. Перед стартом традиционный молебен. С началом периодических богослужений и освящения престола Нового Богородицы Рождественского кафедрального собора в Индзе началась и активная работа с подрастающим поколением. Страйкбол – это не компьютерные стрелялки. Для молодых ребят это не только увлекательное, но и очень полезное времяпрепровождение. Тем более, что все они собираются служить в армии. Как всегда, наша главная цель – это патриотическое воспитание молодежи в свете евангельских заповедей. Ну, именно вот эта цель у нас состоит. Молодежь с радостью откликнулась. Вот у нас сейчас уже здесь игра. Более 60 человек, порядка 15 человек из Индзе. Ну, думаю, будем только расширяться и взаимодействовать. Мы рады тому, что молодежь, в принципе, не шатается по улицам, а занимается хоть каким-то полезным делом. Опять же, плюсов, скажем так, больше гораздо, чем минусов. Да минусов, можно сказать, вообще нет. По сценарию игры участников поделили на две команды. Первая – броняло, второй предстояло занять четыре здания на заброшенной хлебоприемной фабрике, взорвать закладки и захватить флаг. У оборонявшихся преимущество – слаженность. У нападавших – небольшой численный перевес. Однако первые же атаки захлебнулись, так толком и не начавшись. Штурмовики пошли на хитрость, взяли УАЗик в качестве бронемашины. Но и тут провал. И только спустя полтора часов боев оборона оставила первое здание. Сама игра шла больше пяти часов. В результате оборонявшиеся, состоявшие в основном из бойцов Кузнецкого клуба Добрыня, сами вынесли флаг, обозначив всем самым свою победу. Несмотря на результат, эта игра понравилась всем. Было решено, что теперь страйкбольные игры в Индии станут, как и богослужения в новом Богородице Рождественском соборе, регулярными. Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие сутки в регионе ожидается прохладная погода, возможен небольшой дождь. Завтра в Ульяновске столбик термометра опустится до отметки 19 градусов по Цельсию. Ветер восточный, 4 метра в секунду. Магнитное поле спокойное, ультрафиолетовый индекс низкий. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале управда.ру по будням в 18.50. До завтра!